Изменения в осознанности, в повышении осознанности человека, они реально очень серьезные. Значит, грибы. Очень интересно то, что мицелий, он напоминает сетку ту же самую, которая находится в нашем головном мозге. То есть мицелий сам по себе, он похож на нейроны в головном мозге человека. Ну и поскольку все в природе и создатель создавал, ну, в принципе, по каким-то определенным схемам, то есть, конечно, похожие элементы подобия. И вот здесь вот мицелий, он имеет ту же скорость передачи информации, что в человеческом мозге, то есть когда вы, например, входите в лес с одной стороны, наступаете на землю, то где-то в другом краешке леса грибы знают о вас, что вы зашли в этот лес. Это очень интересно. То есть скорость передачи информации мгновеннейшая в разных культурах и традициях на протяжении огромного количества времени, особенно это в китайской медицине, используется для, опять же, восстановления организма человека. И мы можем с вами пользоваться грибами и разными частями из них для того, чтобы улучшать свое здоровье и самочувствие. Ежовик грибенчатый. Чем хорош этот гриб? Этот гриб накапливает в себе вещества под названием эриноцин. Вот эти вот эриноцины влияют на фактор роста нейронов в нашем головном мозге. То есть у ежовика невероятная мощная мицелиальная часть гриба. То есть вот этот мицели, он круто очень живет и восстанавливается. И вот этот эриноцин, который сам по себе ежовик использует для себя же, и который накапливает, он в человеческом организме оказывает те же свойства на нейронную сеть нашего с вами мозга и на сеть нервной системы, то есть на нейроны. Вы, кстати, можете ежовик найти в Ленинградской или Московской области. Он на севере растет в сентябре, в октябре месяце, когда холодать начинает. Вот в этом году его, в том году, точнее, его было очень много. И он по вкусу как белый гриб. То есть вы можете его там побланшировать на сковородке. Он очень вкусный. Ну, само по себе плодовое тело ежовика, его можно в пищу употреблять. Конечно, оно очень вкусное. Вот с ежовиком как раз-таки мы его употребляем. Эффект начинается где-то от двух недель. Ну, через две недели мы чувствуем, что мы такие стали спокойнее, что мы никуда там перестали, никуда не бежим, перестали торопиться. Начинаем записывать дела, которые мы раньше не записывали. То есть появляются такие какие-то сигнальчики, которые раньше человек не делал и за собой не замечал. Детям можно эти добавки? Можно. На самом деле, вот я тут подумал, что миссия – это накормить ежовиком всю Россию. Вот, ну, нужно сделать так, чтобы ежовик, полугодовой курс прошел каждый человек, потому что изменения в осознанности, в повышении осознанности человека, они реально очень серьезные. Чага содержит высокую концентрацию как раз-таки антиоксидантов и противораковых компонентов, противоопухолевых. Вот помните, мы с вами говорили о веществах вяжущих, связывающих, так называемых на английском astrogens. Вот как раз-таки чага, она тоже их очень много накапливает, и чага является таким, ну, противовоспалительным, противораковым, противоопухолевым. То есть это такой традиционный гриб, который в китайской медицине невероятно распространен. Он и в России был невероятно распространен, просто с появлением лекарственных препаратов и всяких добавок все об этом забывают. Вот это просто тоже бомба наравне с ежовиком. Это кордицепс. Это вот тот вот самый страшный гриб, вы, возможно, могли видеть на ютубе видео, когда мицелий поражает гусеницу и прямо из гусеницы используют питательные вещества в гусенице для того, чтобы вырастить гриб. И когда гриб прямо прорастает через гусеницу, вы, возможно, могли видеть. Употребление кордицепса реально повышает выносливость, спортивную выносливость, и его используют спортсмены по всему миру для наращивания мышечной массы, при тренировках он улучшает сон, улучшает скорость восстановления мышц и так далее. То есть, ну, огромное количество у него свойств. Реально, я употреблял, ты на тренировке становишься выносливее прямо намного. Тебе легче дышать, ты можешь дольше бегать, ты быстрее потом восстанавливаешься после тренировки, у тебя периоды отдыха сокращаются и так далее. Кордицепс – реально классная вещь. Его можно и нужно использовать. То есть, это такая, наверное, спортивная добавка. Вот вместо всякого спортивного питания, притренников, вот этой всякой вот истории, вот лучше взять гриб сушеный, развести его, выпить и вперед на тренировку. Многие слышали о мухоморе, как о чем-то таком ядовитом, что прямо вообще вызывает опаски, да, там мы в детстве нам говорили, что это ядовитый гриб, что его нужно обходить стороной. И это действительно так, на самом деле, это ядовитый гриб. Потому что то, что вы сейчас слышите на российском интернет-пространстве, кучу видео на ютубе, просто весь интернет заполонен, как мухомор, какая-то классная штука, что он там делает много положительных эффектов. На самом деле, меня очень и очень засмущала только одна история. Почему никто опять не говорит об обратной стороне мухомора? И почему все вдруг забывают, что мухомор содержит ядовитые вещества? Ну, вот в природе он содержит ядовитые вещества. Да, когда мы его высушиваем, эти вещества трансформируются в другие формы. Они не оказывают ядовитого вещества, нежели есть мухомор сырым. Но, тем не менее, это тоже о многом говорит. В общем, мухомор, в моем понимании, это чисто лечебное средство.